В Великобритании 17 января открылась выставка под названием «Бонд в движении». Её посвятили 50-летнему юбилею знаменитого агента 007. Полсотни экспонатов прибыли в Национальный музей автотранспорта в Бьюли. Теперь поклонники Джеймса Бонда могут воочию увидеть средства передвижения, на которых он в течение полувека ловил злодеев и уходил от погони. Вот серебристый Астон Мартин, на котором разъезжал Шон Коннери в фильме «Голдфингер» в 1964-м. А здесь расположился белый лотус – автомобиль-амфибия из картины «Шпион, который меня любил» 1977 года. В церемонии открытия выставки приняли участие девушки легендарного агента 007 прежних лет – актрисы Брит Экленд, Юнис Гейсон, Мадлен Смит и Дженни Хенли. Им досталось честь перерезать красную ленточку. Дженни Хенли снималась в фильме на секретной службе Её Величества. «Вы знаете, много автомобилей с парашютами, пистолетами и всякими другими металлическими штуками. Я бы хотела иметь этот, который плавает под водой и не даёт течи. Такой автомобиль точно пригодится». Средства передвижения агента 007, конечно же, автомобилями не ограничиваются. На выставке можно увидеть эксцентричную субмарину в форме крокодила из фильма «Осминожка». Рядом пристроился реактивный ранец, с помощью которого летал Пирс Броснан в Умрину не сейчас. А вот и малютка Хэлли – мини-вертолёт из фильма «Живёшь только дважды». Сейчас в Бондиане насчитывается уже 22 серии. Ответственный за спецэффекты в этих картинах Крис Корбульд говорит, что продюсеры требовали от него постоянных новшеств. «Работа над фильмами о Бонде всегда держит в напряжении. Нужно было придумывать новые эффекты, трюки. Они хотели, чтобы всё было как в реальности, и до сих пор придерживаются этого». Выставка «Бонд в движении» будет открыта до декабря 2012 года.